Приветствую вас, значит, во-первых, давайте ответим на первый вопрос, значит, кто вам снился? Снился вам, скорее всего, анимус, это первичный моческий образ у женщины, вот, формируется еще в детском возрасте, анимус, вот, и, соответственно, как правило, анимус является кем-то вроде, значит, ну, кем-то вроде идеализированной такой копией, значит, отца, ну, как правило, анимус это про идеальный образ, скажем так. Ну, именно анимус, да, вот, и Сники такой, можно сказать, идеальный мужчина ваш, вот, к которому вы стремитесь, которого вы сами себе, значит, придумали, вот, и который, соответственно, ну, для вас имеет достаточно ваше важное значение, вот. Анимус, по сути своей, связан с желаниями, то есть, если у вас есть какие-то желания, ну, например, потребность в, допустим, безопасности, потребность, потребность в том, чтобы чувствовать себя защищенной, чтобы чувствовать себя женщиной, вот, чувствовать, чтобы себя значимой, вот эти все вещи, вот именно в этом контексте вам мужчина, в принципе, и снизу. То есть, он, скорее всего, не что иное, как такой, своего рода зрительный образ, некий зрительный образ того, что вы хотите, ну, сами для себя, вот. Ну, опять же, на мой, на мой взгляд, это так, вот, представляется, да, потому что, чтобы толкование сновидений было качественным, необходимо знать вашу историю более, более детально, более подробно, чтобы все-таки как-то, вот, ориентироваться и лучше понимать, что данный сон значит, потому что, в зависимости от того, что происходило в вашей жизни, одно и то же сновидение может иметь разные значения. Вот, значит, по поводу генериса ваших отношений, да, то, что он сначала был другом вашим, а потом он стал чуть ли не жениху. Здесь, я думаю, статья раскрывается через ваше, ну, через ваше, может быть, опять же, идеальное видение того, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной. То есть, возможно, вам хочется, чтобы вас, вот, как раз-таки воспринимали сперва как друга, то есть это недостаточное сознание своей ценности в глазах других людей. Вот, и, значит, постепенно, 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 да, чтобы это превращало в вас что-то большее. Тогда как в реальной жизни, скорее всего, мужчина, ваш мужчина видит вас, только женщину и, соответственно, никого больше. Что вам, естественно, неприятно, что вам, естественно, дискомфортно, что вам, естественно, хочется как-то, вот, ну, поменять, да, изменить и так далее, но изменить и поменять вы, видимо, не в силах уже, вот, сейчас, на данный момент. Ну, потому что есть определенные стереотипы уже сложившиеся между вами, вот, и, соответственно, вы понимаете, что сделать так, чтобы мужчина взглянул на вас иначе, вы не можете. Это не правда, потому что в действительности можно это сделать, для этого нужно начать, собственно, ценить себя, вот. То есть, то есть, всё это более чем реально, вот, если у вас есть желание это сделать, и тогда появится возможность того, что ваш мужчина превратится в того мужчину, который вам снился. То есть, это не обязательно означать, что это какой-то, вот, реальный человек, другой человек и так далее. Вот, вы здесь, вы здесь, явно, явно ищите какой-то, вот, такой, знаете, ну, мистический, может быть, даже смысл, а никакой мистики нет в том, что вы описываете. Что касается конкуренции с вашим нынешним молодым человеком, то здесь, на мой взгляд, история достаточно простая. Она связана с тем, что ваш мужчина, по вашему мнению, не проявляет свою мужественность, возможно, он достаточно пассивный. Вот, и вам хочется, чтобы, ну, кто-то просимулировал его, его к тому, чтобы он стал таким, ну, более активным, да, в выражении своей позиции, своих чувств к вам. Может быть, вам хочется, чтобы он боялся вас потерять, иногда это тоже, ну, возникают такие желания, вот. И для этого вы, вот, и, собственно, ищите потенциального конкурента, чтобы мужчина себя проявил. Вот, это, конечно, не означает, что вы больше его не любите, это, конечно, не означает того, что вы не хотите с ним быть, но это довольно тревожный знак, потому что это говорит о том, что, собственно, своим мужчиной вы не удовлетворены и, в общем-то, неудовлетворенность продолжает нарастать. Вопрос только в том, на самом деле, что удерживает вас с ним. То есть, грубо говоря, почему вы с ним. Несмотря на то, что он вас не устраивает, вы, как я понимаю, по-прежнему с ним. И где-то же вопрос в том, чего вы боитесь, возможно, вы боитесь, боитесь остаться одна. Вот, возможно, вы боитесь, что не встретите, ну, никакого другого мужчину больше. Вот, возможно, вы считаете, что и достойны, а вы, ну, другого мужчины, более лучшего, более, ну, более полно отвечающего, отвечающего вашим каким-то требованиям. Балл вашим желаниям и так далее. Возможно, вы считаете, что вы не достойны этого. То есть, есть какие-то внешние факторы, внешние факторы, которые удерживают вас как бы в этом вот состоянии. Ну, или, грубо говоря, в этих отношениях с мужчин. То есть, вы в них не свободны. И, соответственно, если вы в них не свободны, да, вот, то нужно сделать так, чтобы вы были, ну, чтобы вы обрели эту самую свободу. Вот. Для этого, конечно, опять же, потребуется определенная работа над собой, да, и, ну, и повышение самоткинки в том числе. Вот. Вы пишете, что некоторое время назад мужчина перестал к вам приходить во сне. Я полагаю, что либо вы потеряли надежду определенную, то есть, ну, произошло какое-то разочарование, какое-то событие имело место быть в вашей жизни. Вот. Либо вы стали по-другому смотреть на себя саму. Это, в общем и целом, тоже вполне себе реально, ну, реально может быть такое, что вы, например, изменили свое мнение и как бы внутренне, может быть, смирились с тем, что такого вот, ну, опять же, настоящего мужчины, да, по вашему мнению, вы уже не встретите и не найдете. Вот. Это, конечно, не так и не так, все зависит исключительно от вас, но вы, вы думаете именно так. Вот. То есть, нужно здесь разбираться с тем, какие события происходили у вас, вот, ну, в то время, значит, когда он перестал, этот мужчина приходить к вам во снах. Вот. Это важно. Ну. Еще, вот, что я увидел, да, в вашем сообщении, в вашем тексте, это такой, знаете, я бы сказал, ну, может быть, знаете, легкий намек на то, что вы не очень готовы нести ответственность за себя, за свою часть, за свою жизнь, то есть вы больше в этом плане, как мне показалось, склонны к тому, чтобы надеяться на то, что вот, ну, что все само собой случится, все само собой нормализуется, само собой образуется и все это вообще временно. Вот. Если вы думаете примерно так, то я, к сожалению, должен вас огорчить, что это не временно и что если ничего не делать, то, соответственно, так может продлиться всю вашу жизнь. И потом вам же будет неприятно и больно и обидно, ну, из-за того, что вот жизнь, она прошла вот так, вот. То есть если вас не устраивает что-то сейчас в вашей жизни, да, в вашей личной жизни или, может быть, это вообще не имеет отношения к личной жизни в действительности, вот, то самое хорошее, что вы можете сделать для себя, это, значит, изменить ее, просто изменить свою жизнь, сделать так, чтобы вот в ней, в этой жизни было только то, что вы хотите. Ну, понятно, что получается это не всегда и понятно, что, в общем-то, всегда есть мечты, вот, но стремиться, стремиться к тому, чтобы вот получить то, что, вам хочется, ну, это мне кажется, мне кажется, это нужно, это достойно любого человека и в том числе вас. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...